Здравствуйте на телеканале Десна ТВ Новости в студии Олег Соловьев. В начале выпуска коротко его основные темы. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Издаются постановления, выпускаются указы, кто-то их выполняет, а кто-то соответственно их игнорирует. Отремонтированные детские сады «Ласточка» и «Дюймовочка» проходят проверку первыми холодами. Не надо одевать кофты и станы, потому что теперь садки теплее есть, потому что рабочие сделали нам стены. Текущую эпидемиологическую ситуацию в городе обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. На 8 декабря в Десногорске по данным ФМБА нарастающим итогом 1277 заболевших ковидом. Прирост за неделю 215 человек. Всего выздоровевших 842 человека. На 100 койках на нынешний момент лежит 87 пациентов, 3 человека в реанимации. Эта неделя была наиболее интенсивная в своей работе по стационару. По поручению губернатора Алексея Островского, с прошлой недели в регионе идет выдача лекарств для амбулаторного лечения коронавируса. Всего помощь получили уже 2000 смолян. Десногорские медикаменты доставляются при помощи волонтеров. Вчера буквально нам разрешили использовать эти медикаменты и выдавать их не только на дому, но и непосредственно в поликлинике, когда человек приходит на амбулаторный прием. Риск заболеть ковидом выше всего у людей в возрасте от 30 до 49 лет. Далее идет возрастной диапазон 50-64 года и старше. К группам риска с недавних пор относятся и дети, но у них заболевание проходит в легкой и непродолжительной форме. На сегодняшний день процент заболевших по школам учащихся действительно не так высок, составляет в среднем 10%. Также снижается процент заболевших педагогических работников и вспомогательного персонала по образовательным учреждениям. 8 декабря главным санитарным врачом Десногорска подготовлено постановление о запрете курения кальянов на территории города. Соблюдается ли постановление, будут проверять сотрудники полиции. Глава города Андрей Шубин вновь поручил правоохранительным органам уделять особое внимание заведениям общепита и соблюдению ими санитарных мер. Издаются постановления, выпускаются указы, кто-то их выполняет, а кто-то, соответственно, их игнорирует. К сожалению, обстановка, которая складывается на территории муниципалитета Смоленской области и в целом на территории Российской Федерации, она пока оптимизма не вызывает. Ранее глава региона внес изменения в действующий указ об особых эпидемиологических мерах на Смоленщине. Редакции от 4 декабря запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий, в том числе проведение хороводов и викторин у новогодних елок. Детские сады «Ласточка» и «Дюймовочка» в полной мере выполняют свои функции. Такой комментарий управляющих этими дошкольными учебными заведениями. Проведенный недавно ремонт был на контроле руководства города. Ход работ лично оценивал губернатор области. Пусть с небольшим опозданием, но работы были завершены. Специальная пленка, которая закрывает утеплитель, чтобы не попадала влага. И после этого уже закрыли вот этими панелями. Ремонт, на который хочется не только смотреть, но и трогать своими руками. Хронологию прошедших изменений рассказывает заведующая детским садом «Дюймовочка» Раиса Цыганкова. Сегодня здание уже не узнать. При этом яркий разноцветный фасад – лишь видимая часть большого объема работ. «Подрядчики соблюдали все нормы. Нормы по санитарным правилам, по правилам, которые требовались, по материалам. Не отходили, ничего не пересогласовывали. Все материалы те, которые были заложены в смертной документации». За 4 месяца было сделано немало – замена кровли, утепление фасада, замена входных дверей, установка новых окон. Таким образом удалось улучшить не только внешний вид, но и повысить комфорт внутри помещений, особенно в зимнее время. «Не надо одевать кофты и штаны, потому что теперь в садике теплее есть, потому что рабочие сделали нам стены». «Просыпаюсь в садик с удовольствием, мне нравится туда ходить». Новыми красками заиграл и детский сад «Ласточка». Тут все так же, как и у соседней дюймовочки. Под ярким фасадом, утеплитель, заменена кровля, установлены новые окна, обновлены входные двери. Единственное, что потребовало изменений в планах ремонта обоих садов – срок сдачи работ. Это было сделано 30 ноября, вместо ранее запланированного 1 сентября. «В связи с сложившейся ситуацией, пандемией в нашей стране, конечно, затянулись сроки. Не все организации могли вовремя поставить материалы. Но я думаю, что родители и мы с пониманием отнеслись к такой задержке. Потому что даже эта задержка не стоит того, что мы видим сейчас. Вот сложившаяся ситуация. Это красивое, современное здание». На ремонт обоих детских садов было направлено более 25 миллионов рублей. Деньги поступили из резервного фонда области благодаря успешному взаимодействию администрации региона и госкорпорации Росатом. В завершении выпуска прогноз погоды. 10 декабря в Десногорске переменная облачность днем минус 5, ночью минус 9. Смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт desnadefistv.ru. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин